МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Друзья, я рада вас приветствовать в программе с Викторией Никитиной и Ольгой Дерёмовой, женщиной о необычной, яркой, интересной судьбе. И она сегодня расскажет секреты своей жизни. А как вот эта женщина, кем она была до того, как она встретила Бога, как жизнь её преобразилась? В нашей программе «Три сложных вопроса». Вот первый сложный вопрос. Насколько это было сложно встретить Бога? Кем ты была действительно? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, наверное, мне было сложно встретить Бога, потому что моя жизнь, она была женщиной несвободной. У меня была хорошая семья, меня любили мои родители. Я рано потеряла своего отца. И, наверное, это послужило тем толчком, что в 90-е, когда вся страна развалилась, мои родители не были верующими, и моё ближайшее окружение тоже не знала ни о Боге, ни о Христе, ни о чём. И, конечно же, тот развал, который произошёл в 90-х, он послужил как бы и моему упадническому состоянию. И в то время я стала употреблять наркотики. Мне было, наверное, лет 19-20, когда я стала употреблять. Ну да, я не рано, потому что в 17 лет я закончила школу, и как раз-таки произошла перестройка в 89-м году, там или в 90-х. И вот когда вот эта перестройка произошла, всё стало открыто, стало модно. Карта, деньги, два ствола, криминальное чтиво, вот всё как-то, да, романтика такая какая-то у молодёжи поднялась. И как раз я застала это время. Ну то есть были лёгкие деньги, я работала всегда, у меня были лёгкие деньги, которые очень легко и тратились. В конечном итоге в 21 год я осталась одна с ребёнком на руках. В то время у меня был статус матери-одиночки. Я не понимала, что такое депрессия. И тогда в принципе в 90-х не было этого слова депрессия. Диагноза не было депрессии. Да, да, оно было совсем не в ходу. Вот, может она и была, но ты как-то запивал её, чем-то закуривал. Её не должно было быть, и как бы она ни считалась. Да, 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 и мы не знали о таком заболевании. И я как-то заедала, запивала, закалывала. Вот то состояние одиночества, наверное, оставленности себя как женщины, себя как жены. То есть мне было, несмотря на то, что я любила своего сына, но та моя внутренняя несвобода, которая, и то моё глубокое одиночество, оно мне не давало возможности воспитывать моего первого сына. И мы встретились, мы знали с моим мужем со школы друг друга, поэтому, когда он меня спрашивает, когда вы познакомились, я говорю, мы не знакомились, мы знали друг друга всю жизнь. Прямо всю жизнь? С первого класса? Ну, с шестого класса. С шестого класса мы знали друг друга, но я его всё время знакомила со всеми своими подругами, я его пыталась как-то пристроить, пристроить, да, такого хорошего парня. Хорошие руки. Да, ну и потом... А почему сама не смотрела? Как бы друг друга? Но он был моим другом, да. Но потом как-то мы посмотрели по-другому, будучи неверующими. И мы переросли, наши отношения переросли уже не в дружбу, а в гражданский брак. Ну, тогда это как бы было тоже ходовое слово. И ребёнок был от него? Нет, ребёнок был не от него. Мой ребёнок жил с моими родителями, мы жили вместе, мы вместе употребляли наркотики. И первое, кто уверовал, это уверовала моя свекровь, будущее. Тогда это его мама. Она уверовала очень яростно, очень неистово, фанатично, открыто, искренне. Она очень сильно любила своего сына. Меня она тогда так не любила, как она любит меня, в принципе, сейчас. Вот, как свою действительно дочь, у нас незамечательные отношения. Но в тот момент она боролась за своего сына, который жил у меня. Дома мы жили с ним вместе. Мы любили с ним друг друга, но я понимаю её, конечно, её чувства были все к её сыну. Но она тоже за меня молилась. И она не просто молилась. История моего спасения – это женщина, которая смогла своей верой пробить железную дверь у нас в квартире. А, в квартире. Это буквально смысл, это не в образ. Она не просто, она молилась каждый день. Она стояла на коленях за своего сына. Мы приходили вообще вот в одурманенном состоянии домой, когда к ней. И она ставила проповедь, вот тогда вот были вот эти видеокассеты. Она ставила какие-то проповеди, каких-то проповедников. И она ему говорила, сынок, я вижу, что ты будешь там проповедовать. Мы, конечно, так смеялись над ней. Ещё кололись, да, там? Да, мы употребляли наркотики, мы смеялись. И мы вышли покаяться просто потому, что она нам пообещала дать деньги. Она говорит, вот вы пойдёте в церковь, и я вам дам деньги. Ну, мы так посмотрели друг на друга, ну, пойдём. Библия говорится, по лукавству, но всё равно это во спасение. Мы пришли, она нас вытолкнула на покаяние. То есть мы не вышли сами. Не просто так вы пришли отсидеть. Да, когда шёл призыв в покаяние, она взяла нас за руки, она вытащила нас на сцену. Там было покаяние, нужно было выходить на сцену в этой церкви. Мы вышли, мы сказали свои имена. И когда мы выходили из церкви, мы говорим, да, да, мама, всё, всё, мы пошли по своим делам. Она дала какую-то сумму денег моему мужу. Ну, и буквально прошло небольшое количество времени, и моего мужа забрала милиция. Его на три месяца посадили в тюрьму. И вот, ну, тогда он не был моим мужем. Вот тогда он встретился именно в тюрьме с Богом. Ему мама принесла именно в тюрьму Библию. И он ещё курил сигареты и читал Библию. И он ничего не мог читать, кроме как притчи. И он открывал притчи, начинал их читать. И Бог ему показывал все эпизоды его жизни, где Бог к нему приходил. И вот там произошло, то есть не было никакой проповеди. Был просто вот он один, Библия и Бог. И он первый принял решение, что он хочет изменить свою жизнь. И он уехал в реабилитационный центр. Это было более 20 лет назад. Ну, где-то 20 лет назад. Но так как мы имели чувство друг к другу, конечно же, он вернулся за мной. И я сделала тоже этот шаг, потому что я его любила. И потом, когда я приехала и познакомилась... Ты увидела, что он всё-таки стал меняться, да, что он другой или нет? Я не увидела... Я сначала не увидела, ну, я понимала, что что-то произошло. Но, то есть это была вот такая работа, невидимая Бога, что ты что-то чувствуешь, ты ещё ничего не видишь, но что-то чувствуешь, что уже не так. И всё в моей жизни стало... То есть у меня закончилась работа, у меня закончились деньги, у меня ещё что-то закончилось. Какие-то завершающие моменты пришли, и в этот самый момент, когда всё завершилось у меня, пришли ребята, и они говорят, тебе тоже нужно ехать в реабилитационный центр. Но я как бы не считала себя вот какой-то такой вот наркоманкой, там, с болезнями, я не болела никогда так. Просто я вела вот такой беззаботный образ жизни. Когда я поехала, я, конечно, там познакомилась с Богом, я пережила его. Восемь лет у меня убили отца, и я первая, как познакомилась с Богом, я познакомилась с ним, как с отцом. Но в моей жизни было на тот момент всё резко. Всё как-то было очень сурово, можно так сказать, жёстко, да. Жёстко, как, например, бы сейчас молодёй сказала, трэш. Это им понятно. Да, да, да. Вот, вот у меня была такая трэшевая ситуация, когда вот всё закончилось. Да, вот полный край, полное отчаяние. И просто нет даже возможности посмотреть своё будущее. Ты его просто даже не видишь. Везде одно разрушение. И, конечно же, Бог восстанавливал. Сначала сердце, да? Да, сначала сердце, сначала моё внутрь. А ты, получается, сама с собой или тебе кто-то помогал всё-таки? Ты пришла в церковь или вот просто находясь в репцентре, поскольку все реабилитанты там молились, о них заботились? Ну, да, это вот такая вот история моей жизни, да, которую её не убавишь, не отнимешь никак. То есть, и первый год моей жизни, вот причём кто-то был там два месяца, кто-то полгода. Я была год в репалитационном цедре, дольше всех. Это было твоё решение, да? Нет, это не было моё решение. Вот как-то так получилось. Жёстко. Причём все как-то быстро куда-то поехали на миссию, где-то служили. Я была год в реабилитационном центре. И, то есть, мой характер, то, как Бог менял меня, и я не думала о том, что я гордый человек. На самом деле, это была моя гордыня, это было моё непрощение, это то, с чем Бог работал. Но то, без чего, где бы я не справилась. Это были учения, где нас учили, я читала Библию. То есть, такое хорошее-хорошее время, где я не работала нигде. Мне помогали на тот момент мои родители, мои близкие. И я могла позволить себе вот этот год провести и посвятить его вот так Богу. Скажи, пожалуйста, как бы получается так, что вот вы соединились с вашим мужем, да, с твоим мужем. Как, вот как бы, что ты думаешь является самой сильной стороной брака? Почему вы всё-таки, несмотря на то, что ты, видно, увлеклась другим человеком, вот ты нашла, что он – это он? И вы продолжаете не разочаровываться в друг друге до сих пор, а может быть, даже ещё больше очаровываться, и должно бы было так. Ну, вот даже я молодёжи всегда говорю, и очень важно сначала быть друзьями. То есть, когда ты дружишь с кем-то, особенно с противоположным полом, то ты можешь видеть не только сильные стороны, но и слабые стороны человека. И мы дружили много с моим мужем, и я видела все его слабые стороны. И потом, когда я пришла к Богу, и когда мой муж сделал мне предложение, то я знала его слабые стороны, точно так же, как и он знал мои слабые стороны. И я понимала о том, смогу ли я с этим жить, нужно ли мне с этим жить во Христе. И второе – это решение. То есть, если ты решаешь вот один раз, ты умеешь не просто любить, но ты умеешь дружить с человеком, ты принимаешь решение, что ты покроешь не только сильные стороны, но и слабые, но и его слабые стороны. И мы в наших отношениях покрываем именно наши слабые стороны. Мы о них знаем, и мы их покрываем. Принимаете, да? Да, мы принимаем, да, для нас это не является проблемой, но я вижу, как за эти 20 лет, которые вот мы вместе, даже мы больше 20 лет, я вижу, как вот эти слабые стороны, они наоборот уже переросли, наоборот, в сильные стороны. Потому что они вас соединили, как раз насчет этого движения на встречах друг к другу. Да, да, то есть вот то, что мой муж, например, он не мог мне говорить вот тех слов, которые бы я мечтала, слова любви. Купой на слова. Ну, наверное, все, мы как бы рожденные в СССР, были скуповаты на слова. Ну, делами все доказывали. Вот на тебе это, на тебе это. А нам, как женщина, всегда хотелось, чтобы у тебя стихи написали, чтобы тебе поэму какую-то. Да, да, букет, да, да. И вот я вижу, что мой муж, он не просто изменился в этом, но это стало его стильным жизнью. Ну, мне, моя дочь, мы очень богатые женщины, я считаю так, не потому что он нам дарит подарки, а потому что он дарит нам действительно очень много любви. И это не его заслуга, потому что я знаю его раньше. Не только его заслуга. Это действительно бог в нашей семье и та способность, которую бог дал нам. И то, что ты его научила в том числе? Можешь себе приписать какой-то момент? Ну, наверное, он меня больше научил. Он научил меня прощать. Он научил меня, наверное, он больше мне дал, чем я ему. Наверное, он то же самое скажет, и это хорошо. Да, да, я не знаю, что вот я ему дала, но я знаю, что он мне дал. У меня не было семьи, я практически была без семьи. Я действительно была одинока. Меня любили мои близкие, но как-то вот я одинока была в семье. А у него была семья. У меня не было уже отца, у меня не было дедушки, который тоже меня любил. У меня была только одна бабушка, которая тоже его очень любила. Вот, и я попала в его семью. Причем мы так похожи, ну, как бы в каких-то многих вещах. Его отец, он ветеран спорта, футбола. Он играл в «Зените» в Питерском. Он там в Питере на стадионе, в клубе. Там его фотографии все. И мой папа, он футболист. И когда я первый раз пришла к ним в семью, его папа спросил меня, ты кто? И я ему назвала фамилию своего отца. Он говорит, а, ну тогда заходи. И вот второй момент, да, в тот момент я вошла именно в семью. Они мне дали семью. То есть они мне дали заботу матери, моя свекров. Мой свекор подарил мне вот заботу отцовскую. То есть он меня очень сильно любил. Он умер, ну, как бы пять лет мы, наверное, прожили вместе. И он ушел. Но они мне это подарили. Вот семью, заботу. То есть я это, ну, как бы не пережила в своей семье, но пережила это в его семье. И он мне подарил, дал дар прощения. Он всегда у меня просил прощения. Всегда. Вот я была неправа, и он всегда просил у меня прощения. Потому что я не могла это сделать, но он меня научил. В 2002 году у нас родилась двойня. И я забрала, мой муж сказал, нам нужно забрать старшего сына от твоих родителей. И в этот год, в один год, то есть вот мы поженились, и за этот год у нас произошло такое сверхъестественное умножение. У нас за один год появилось сразу трое детей. А, ты забрала свое животное? С старшего сына, и у нас родилась двойня. Это харькор. Да. И мы стали, в этот же год, мы стали пасторами церкви. И это было очень тяжелое первые 10 лет, потому что мне нужно было трудиться над тем, чтобы восстанавливать отношения со своим сыном, чтобы было очень тяжелое время, потому что это двойня. Я не знала, что делать с двойней. И поэтому я не могла выйти даже с ними никуда. Ну, да, я представляю, все одновременно они делают, то есть пятый едят, пищат. Да, 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 я не могла ничего сделать, и поэтому все, что я тогда делала, я читала. Вот именно эти были два года, когда я прочитала все христианские книги. Не было интернета. Прослушала все библейские школы, все проповеди, которые возможно было только прослушать. Я хорошо использовала опять-таки это время, потому что больше у меня такого времени не было. Вот так. Поэтому, наверное, это то, к чему ты учишься, и приходишь, что-то Бог тебе дает, какую-то книгу, какого-то проповедника. Ольга, мы подходим к нашему третьему вопросу, к вопросу о том, как понять, кто ты вообще, какие есть призвания. Мужчины, они как-то так, ну, в целом, наверное, а мне кажется, у женщин больше призваний, чем одно, быть матерью, быть женой, быть просто успешной личностью, да, в твоем случае. Это еще ответственность не только за свою семью и детей, там, и даже, там, за род, а ответственность за людей, которые становятся твоими духовными детьми и так далее. И вы очень успешны в этом. Как ты приняла это время, и какую ты видишь роль свою в этом? Потому что, знаешь, это действительно интересно. Я думаю, для служителей это вообще однозначно, потому что это просто на глазах происходит. Если жена не поддерживает мужа, у него все умирает. Или он, бедняга, вот тащит и себя, и ее, и другую нагрузку. Но если жена прилагает свое сердце, даже если она физически ограничена, но если он знает, что она с ним, что она за него, что она поддерживает, все начинает расцветать. Если женщина сила жизни, как бы, либо закрыть ее, либо дать ей ход. Как тебе хватило этой силы поддерживать, и что вы в итоге вот сейчас имеете, скажем так? Я думаю, что задача дьявола не состояла в том, чтобы сделать меня просто наркоманкой. Или женщиной просто одинокой в своих проблемах. А задача дьявола была в том, чтобы лишить меня именно того призвания, которое Бог дал каждой женщине. И, конечно же, призвание каждой женщины – это быть матерью. Потому что даже когда, как и мужчина, быть отцом. И когда мужчина теряет вот это свое призвание, отцовство, материнство, даже если он не употребляет наркотики, а просто разводится с семьей, делает какие-то аморальные вещи. Отступает от... Да, отступает от этого. То независимо, в Боге ты или не в Боге, то то призвание, которое дано мужчине и женщине, это первое, в чем меня восстановил Бог и восстанавливает меня, чтобы я была хорошей матерью для своих детей. Наверное, это самое главное призвание женщины. Потому что я могу быть хорошей женой, но так важно, чтобы было поколение веры, которые бы верили в Бога, которые бы не просто читали Библию, а которые бы действительно были настоящими христианами. И поэтому из этого уже отталкивается. Будет ли твой муж, кем он будет? Ты будешь его поддерживать, его христианство, ну, даже вот если он пастор, если он... Ты говоришь, задача не просто материнства, потому что есть же матери, которые ради своего ребёнка мужа выкинут из дома, я имею в виду, не потому что он плохой, а потому что внимания на него не хватает. Но ты понимаешь, всё равно, эта задача шире, как созидательница очага. Да, я вижу, что наоборот, сегодня очень многие матери, они заботятся, много дают своим детям, но не хватает важной вещи. Они могут вкладывать в кружки, в какие-то вещи, которые... Техники какие-то, да? Да, техники какие-то, но не хотят жертвовать ничем ради церкви и ради служения Богу, чтобы самого... Вот нашей дочери сейчас младшая, 6 лет, и с 4,5 лет она ходит в танцевальный коллектив, дэнс-миссия у нас называется, для бэбиков. И мы говорим ей, ты служишь Богу, ты уже служишь Богу. То есть ей несложно поэтому ходить в 6,5 лет на домашнюю группу, потому что она хочет учиться, слышать Бога, как правильно молиться, узнавать всё о Нём. И для меня это важно. Она занимается английским, она занимается другими видами спорта, но для меня важно, чтобы они служили в церкви, они реализовались в жизни, конечно же, но они не потеряли Христа. Потому что это тот, кто собрал твою жизнь. Да, это тот собрал, да. И, конечно же, моя история жизни, это не их история жизни. И я понимаю, что жить в церкви и родиться для Бога это абсолютно две разные вещи. И мне, как матери, нужно помочь своим детям, чтобы они родились для Бога и они родились для служения Ему. Вау, спасибо. Ты очень, на самом деле, ярко сейчас сформулировала задачу, которую многие женщины просто упускают, живя таким земным умом. Потому что земное, он на земном только и думает, не глядя в вечность. А ты хочешь не просто дать земное, но ты хочешь дать больше. Хочешь дать больше и сфокусировать, и умудряешься с этим справляться. С тем, что ты как бы осознала и строила себя тоже как жену. Мы слышали уже тоже. И я хочу тебя спросить. На самом деле, если посмотреть правде в глаза, пастыри тех или иных служений, а тем более больших служений, это люди, наделенные даром управления. В любой организации духовной очень важно, что вы действительно фокусируетесь на сердце, на ядре, на Христе, который освещает и дает, и совершает на самом деле ту работу, которую вы не можете совершить. Но чтобы это движение поддерживать, нужна огромная организационная, деловая работа, деловая часть. И как мне видеть, ты достойный партнер своего супруга, и на тебе просто какая-то огромная вообще ответственность и способность общаться с женщинами. Но я вижу, что у тебя есть власть и с мужчинами общаться, и они воспринимают тебя не как босса, а вот как мать, как наставницу на самом деле. И им несложно в этом смысле взаимодействовать с тобой, потому что они не чувствуют, что они должны слушаться тебя как начальника исключительно за счет авторитета, а за счет твоего отношения. Вот скажи, как ты вот в это вошла, насколько, было ли тебе это сложно, или вообще вот какой ты видишь вот эту часть твоей миссии, призвания? Я немножко предысторию расскажу, как я начала вообще служить женщинам. То есть вообще я выросла, в принципе, с братьями. И когда мы начали церковь, то сестры были, им было по 60, по 70 лет. Сестрички такие. Да, да, да. Но трудно было найти подругу, поэтому твое общение все сосредотачивалось на братьях, которые приходили к мужу, в связи с тем, что у меня были дети, как-то не было вот те подруги, которые у меня были, они уехали на миссию. Но как-то вот получилось так, что моя жизнь протекала вот с братьями. И когда Бог призвал меня служить женщинам, и я была в молитве, в посте три дня, и я говорю, Господь, покажи мне, где ты меня видишь. И ко мне Бог реально обратился, и Он стал мне говорить о том, чтобы я служила женщинам. Это было единственное место, где я себя вообще никак не видела. Вообще, вот мне казалось, что я как Жанна Д'Арк, я должна куда-то идти, бежать. Но вот это было действительно Божья воля по отношению. Я плакала, Он мне это сказал в первый день. Я плакала и постилась, я пыталась переменить эту Божью волю по отношению ко мне. Я говорю, Господь, нет, только не это. Вот проси все, что угодно, только не женщины. Я не могу, я вот не плачу. Ты просто не знала, как с ними взаимодействовать? Я не знала, не знала, вообще не знала. Как к ним достучаться, что тебе делать? Да, да, вот когда женщина плакала, мне казалось, это вообще, я не знаю, что с ней сделать, потому что я прожила такую жизнь, я могла сказать, да не плачь, давай, вставай. И я говорю, Господь, только не туда, куда угодно. Но Бог действительно повел меня этим путем. И я очень полюбила, вот очень полюбила это служение. И мне казалось, что я должна быть с братьями, своему мужу должна говорить, как ему что нужно делать. И когда Бог повел меня этим путем, я поняла, что я должна научиться первое, сначала слушать мужа. Я должна стать не только под мужа, но под пастора. То есть это абсолютно две разные вещи. Вот твой муж и твой пастор. И я стала под своего мужа, как под пастора. То есть я стала уважать его слово, я стала ценить то, что он говорит. Да, размышлять. То есть для меня он самый лучший проповедник, для меня он самый лучший пастор. Не потому, что он мой муж, а потому, что он мой пастор. И, конечно же, когда я стала уже служить женщинам, мы стали уже разрастаться, мы стали расти. Потому что если ты это делаешь с любовью, и тем более с Богом, всегда, вот всегда будет отдача. Это рецепт успеха. Да, 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 да. Если ты это любишь, если тебе это нравится, ты делаешь это со страстью. Всегда. Но сначала нужно принять духовный царитет и подчиниться им. Да, да, да. То есть это, ну, как бы, вот этот момент. Взаимосвязанные вещи. Да, взаимосвязанные. И когда мы уже стали расширяться, и мы стали расти как церкви, и у меня были сёстры, которые в других городах, они говорят, пастор, ну, нам нужно что-то делать. И мы сделали такую стратегию, кто-то, может, слышал её, видение 12. Она нам понятна, удобна. Это стало вообще вот, как бы, тем облегчением, которое мы, как бы, пережили, вот именно в служении, и дало нам рост, и дало нам дальнейшее умножение. Вот как женщина, мы стали понимать, как нам делать, как нам расти, потому что к этому моменту мы уже все темы, которые можно было рассказать про женщин, о женщинам, мы уже всё рассказали, как быть кроткой, как быть послушной, всё, уже вот весь этот процесс закончился. И стала, что делать дальше? что же делать дальше? мы растём? и мы поняли о том, что мы хотим приводить новых людей, и женщины, они подвязались, они говорят, мы хотим тоже служить женщинам, и сейчас это вообще... сколько сестёр у тебя вообще не получается? Вообще вот у меня команда в Ростове, там более 800 женщин получается, моя команда в Ростове, потом команда в России и за рубежом, это более 100 церквей по регионам, потом эта команда в области и команда в Москве. То есть это то, чем я сейчас занимаюсь. В общей сложности нас более 10 тысяч человек. То есть вот за 10 лет, когда мы как бы стали делать видение, мы выросли, у нас было 3-4 тысячи, сейчас нас более 10 тысяч. Всегда наш дом не только полон детьми, у нас 5 детей, старший сын, правда, уже женился, и у нас поэтому стало ещё больше детей. У меня замечательная невестка, у нас с ней очень хорошие отношения, но у нас всегда много людей. И ты не устаёшь? Ты не устаёшь? Или устаёшь, конечно? Нет, не устаёшь. Нет, не устаёшь. Нет, я не устаю от людей, я не устаю от общения. Мне действительно... Ты заряжаешься на это? Мне действительно нравится. Это секрет. Да, да, да. Мне нравится общаться с людьми, быть просто с людьми. Есть с людьми, готовить людям. Я всегда стараюсь накормить их, приготовить какую-то вкусную пищу. Они всегда ко мне идут, потому что у меня всегда будет тепло, уютно и вкусно. И этому ты учишь своих сестёр, учениц быть открытыми. Да, да. Вау. Спасибо тебе, Ольга. Спасибо за открытость, за то, кто ты есть. Я так рада, что Бог восполняет твои все нужды, желания сердца, что Он прилагает своё благоволение ко всему, что вы делаете. И ваши дети, несмотря на то, что была полная антисанитария, естественное зрение, наверное, детского педиатра, они здоровые, они цветущие, они счастливые, потому что они живут полной жизнью, полной грудью, видя прекрасный пример родителей. Спасибо тебе за эту искренность и наши самые-самые тёплые пожелания. Спасибо большое. Спасибо за программу, за такие отзывы. Мне очень приятно, потому что я люблю всё, что вы делаете. Уже на протяжении многих лет тоже смотрю, слежу за семьёй, за телевидением. Мы уже давно знакомы, и поэтому мне очень приятно, и моё сердце очень открыто. Спасибо. Спасибо, дорогая. Субтитры подогнали Симон. Спасибо. Спасибо.